Герой нашего интервью Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медуниверситета, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, завкафедра урологии, практикующий хирург-уролог. Родился в 1966 году в Уфе, с отличием окончил БГМИ. В родной альбоматор в дальнейшем стал проректором по учебной работе, а в 2011 возглавил университет. Автор более 550 научных работ, отличник здравоохранения, заслуженный деятель науки Башкортостана, главный внештатный уролог Минздрава Республики и Приволжского федерального округа. Женат, есть сын. Валентин Николаевич, здравствуйте. Добрый день. В Башкортостане наблюдается нехватка медицинских кадров, особенно остро эта проблема стоит сейчас в сельской местности. Вопрос на личном контроле и главы республики, и ради Хабирова. Как вы считаете, почему вообще у нас сложилась такая ситуация? Почему сегодня молодые специалисты не хотят покидать Уфу, например, уезжать в районы, выбирают чаще всего не государственные, а частные клиники? Как можно, по-вашему, переломить ситуацию? Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера. Это наша такая хроническая болезнь, низкая обеспеченность врачами именно в сельских районах, в первичном звене здравоохранения. Это, к сожалению, тенденция характерна для всего мира. И в Германии, и в Китае, везде люди предпочитают жить в городах. Государством нам поручено обеспечить как раз вот этих наших граждан квалифицированной медицинской помощью. И ради Фарицу действительно оценил итоги нашей работы в прошлом году. Мы ушли с профицитом в количестве врачей 385 человек по республике. В этом году задача обеспечить профицит врачей в системе здравоохранения плюс 500 человек. И прежде всего в первичном звене в сельских районах, в малых городах. И для этого существует целая система мер поддержки. И материальной, и моральной, и административного закрепления, целевое обучение, прямые договора между выпускником вуза и медицинской организацией, муниципальным образованием. И этот договор юридически значимый. И он привязывает выпускника через 6 лет, через 8 лет к данному лечебному учреждению. Ну вот насколько это эффективная мера? Ну, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда целевики, выпускники ординатуры реально 100% распределяются по учреждениям, которые являются заказчиками целевого приема. Ну и сегодня этот процент трудоустройства составляет где-то 80-85. Валентин Николаевич, вот недавно президент страны Владимир Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы. Он заявил, что со следующего года целевой прием будет существенно увеличен. Да. Квоты будут формироваться по заявкам регионов. Вот по-вашему, насколько это своевременная мера? Это очень своевременная мера. И мы надеемся, что у нас в университете также произойдет значительное увеличение количества именно студентов первого курса. И мы говорим о том, что действительно будет больше половины, 70-75% будут целевики. И будет обеспечено прохождение практики в данной больнице. И меры социальной поддержки смогут оказывать регионы и лечебные учреждения своим ребятам, которые обязаны к ним вернуться. И соответственно ответственность уже главных врачей, глав муниципальных образований, которые, направив на учебу к нам своего абитуриента, должны обязательно принять его трудоустроить. И в противном случае те или другие стороны ждет уже наказание финансовое. Будет обязан нетрудоустроившийся выплатить двукратную сумму штрафа в УЗУ потраченных денег на его обучение. Вот сколько сейчас у вас целевиков и сколько их может быть? На сегодняшний день у нас каждый второй целевик. На сегодняшний день, если у нас, мы выпускаем около тысячи студентов с дипломами, вот врач-врач, это лечебное дело, педиатрия, около тысячи, ежегодный выпуск. Порядка 150-200 на сегодняшний день уже устраиваются в первичное звено здравоохранения. И порядка 800 человек, 700-800 продолжают обучение в ординатуре. На сегодняшний день вот такая цифра. И мы заинтересованы в том, чтобы большинство из них оставались в республике, оставались в наших лечебных учреждениях и продолжали свою профессиональную карьеру у нас. Мы готовы к поручению Радио Фаридовича. И оно также вытекает из поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что в 2021 году должно первичное звено быть укомплектовано врачами. И в 2024 году должно быть укомплектовано врачами все позиции врачей-специалистов. Как заинтересовать выпускника ВУЗа не оставаться в УФИ, а, например, куда-то выехать? Только деньгами? Ну, на сегодняшний день мы должны понимать, что только деньгами получается плохо, хотя республика уже выделяет миллион рублей и тому выпускнику, который хочет работать в первичном звене, и республика выделяет миллион рублей врачу-специалисту, выпускнику ординатуры, который приехал уже на должность врача-специалиста. Но и социальные условия, жилье, прежде всего, обеспечение жильем. На сегодняшний день практически все главы администрации уже готовы выделять из разных источников, обеспечивать и условия социального найма, и кредиты социальные, и прочие условия, для того, чтобы, прежде всего, жильем обеспечить выпускнику. Ну и, конечно, должны развиваться территории. Республика уникальная, и мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы не только врачи жили достойно, счастливо, в комфортных условиях, но и все наши граждане. А вот вы, наверное, ведете статистику, сколько остается в республике, сколько идут в наши государственные лечебные учреждения или нет? Мы ведем такую статистику. Мы на сегодняшний день понимаем, что в республике около 15 тысяч врачей работают в системе государственной, еще около 3 тысяч врачей работают в других системах. И при этом нам еще физически до обеспечения федерального показателя не хватает около 2 тысяч врачей. Но это такая мобильная система, когда кто-то уходит на пенсию, кто-то переезжает в другой регион. И если, допустим, мы говорим, что существует демографический такой показатель, коэффициент оседлости, что у нас на сегодняшний день в Российской Федерации по разным регионам это 1,6-1,9. То есть у нас каждый человек менее двух раз меняет место жительства свое. В Соединенных Штатах Америки коэффициент оседлости около 6-7. То есть 6-7 раз человек снимается с насиженного места, едет куда-то туда, куда, где лучше. В советское время это было где-то 2,5. То есть миграция все равно будет. И мы понимаем, что мы, с одной стороны, обеспечиваем кадрами и московские клиники, и у нас достаточно много уезжает в другие регионы. Но с точки зрения общего выпуска мы имеем где-то физический отток врачей в другие регионы, около 50 человек, если брать выпускников в вузах. То есть на фоне общего выпуска, которого около тысячи, 50 человек несущественных. Здесь главное качество. Качество тех, кто уехал, качество тех, кто к нам приехал. А к нам тоже приезжают? К нам тоже приезжают. И здесь нет ничего зазорного. Мы привлекаем в наши больницы, и в больницы разного уровня, и в университет. Мы также привлекаем людей из других регионов. Мы ищем также звезд, которые могут развиваться в наших условиях. В последнее время мы особенно часто говорим о том, чтобы повысить привлекательность и конкурентноспособность российского образования на международном рынке. Сейчас в стране реализуется, насколько мне известно, приоритетный проект экспортообразования. Что он в себя включает, и как БГМУ работает в этом направлении? То, что касается экспортообразования, действительно, в тех странах, которые нуждаются в привлечении мигрантов, Россия, она нуждается в привлечении мигрантов. У нас убыль населения в прошлом году, естественно, убыль населения по стране составила около 170 тысяч человек. Это город целый, грубо говоря, перестал существовать. Мы нуждаемся в миграционном притоке. И, с другой стороны, привлечение иностранных студентов – это еще и вопрос мягких сил. Они, вернувшись в свои страны, будут проводниками нашей идеологии, нашей политики. И поставлена задача в указе президента Российской Федерации увеличить количество студентов в 3,55 раза. То есть, в кратное число увеличить количество иностранных студентов. Сегодня у нас учатся более чем 1500 студентов, полторы тысячи студентов из 50 стран. У нас такое же количество, как в нефтяном техническом университете. Вот мы два вуза в республике, мы предовеки по экспорту образования. На сегодняшний день экспортный потенциал в вуза достаточен. Я думаю, мы в ближайшие годы достигнем цифры 3000 студентов. Мы имеем сейчас возможность увеличить количество мест для российских студентов. И, с другой стороны, мы можем брать иностранных студентов. И мы, я думаю, придем через 3-4 года, когда у нас все российские студенты будут учиться на бюджете. За счет бюджетных средств. В том числе, благодаря реализации программы целевого приема. А вот иностранцы, как раз, они будут уже учиться либо за счет денег своих стран, либо за счет своих собственных средств. С какими ведущими вузами иностранными вы сотрудничаете? И вот такой вопрос. В связи с коронавирусом не отменятся ли обменные программы? На сегодняшний день у нас уникальная ситуация. Мы имеем живые договора. Причем это не просто договора о студенческих обменах. Это договора о взаимном признании дипломов и о взаимной аспирантуре. Это PHD, то, что мы называем доктор философии, PHD-программа. Это номер один, три университета, занимающие первое место в рейтинге своих стран. Это Московский государственный университет. Мы реализуем совместную аспирантуру по биологии. Это Хайдельберга, значит, университет Хайдельберга. И это Пекинский университет. Мы также имеем сотрудничество с медицинским факультетом Пекинского университета. На сегодняшний день эпидемия коронавируса уже пошла в Китай на оболь. И мы думаем, что скоро наше сотрудничество возобновится с той же интенсивностью, может быть, даже с большей. Те студенты, которые сейчас у нас остались в Китае, это касается студентов и наших, и студентов Башкирского государственного университета, где-то около ста студентов на сегодняшний день в Китае. Они все работают по своим программам, по своим индивидуальным графикам. Есть города, где кампус закрыт. Это Харбинский медицинский университет, они живут в кампусе. Мы, Сучанский университет, кампус открыт, карантина нет. Никто из наших студентов не заболел. И, конечно, мы понимаем, что то, что идет в средствах массовой информации, оно, естественно, преувеличено в несколько, наверное, десятков тысяч раз. Если мы возьмем в Уфу эпидемический порог по гриппу, у нас объявляется, когда 7,5 тысяч человек в Уфе заболевает, сколько должно быть заболевших в сутки в Ухане в 11-миллионном городе? Это должно быть в сутки, чтобы объявить эпидемию по гриппу, должно в сутки заболеть в Ухане 70 тысяч человек. Там заболело 50 тысяч человек за три месяца. Если в сутки мы говорим о том, что заболеет 70 тысяч человек гриппом, обыкновенным гриппом в Уфе, какая вероятность того, что кто-то умрет от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологического заболевания, сопутствующего, из этих заболевших очень высокая. Поэтому для Китая это возможность еще вот так вот потренироваться и такие большие мобилизационные учения провести. То есть коронавирус это немножко раздутая история, да? Лучше всегда в этих ситуациях перераздуть, чем недораздуть. Но мы должны соблюдать, и об этом много говорилось, и говорится, мы наконец-то должны соблюдать элементарные правила приличия. Мыть руки, и медработники, и граждане должны пользоваться средствами антисептики. Дети не должны чихать в школе, в класс в открытой. Дети должны чихать в школе, в носовой платок, чтобы не распространять это все. И вот такие элементарные методы профилактики, они смогут остановить любую эпидемию. Валентин Николаевич, Башкирский медуниверситет традиционно один из передовых в стране. Вот какие инновации вы сейчас внедряете? Насколько мне известно, БГМУ первым в Приволженном федеральном округе внедрил роботическую хирургию. Что это, расскажите? Одна из наших таких точек развития, это действительно роботическая хирургия. У нас по пяти ведущим специальностям любой житель республики, Уфы, да и других регионов может получить стандарт хирургической помощи такой же, какой он получит и в Берлине, и в Нью-Йорке, и в любой точке таких большой, хорошей клиники. Роботическая хирургия позволяет любую операцию выполнить неинвазивно, из проколов, вот, причем это может быть и не обязательно в полости, в грудной или в животе, это может быть и сердечно-сосудистая операция, это может быть операция на щитовидной железе, такие операции уже у нас делаются, и у нас пять бригад, это бригады тракальных хирургов, сосудистых хирургов, урологов, практологов, выполняют эти операции, три операции в день позволяют выполнить хирургическое вмещательство без кровопотери, качественно, практически на следующий день человек уже встает, начинает сам себя обслуживать, может быть выписан из стационара по ряду позиций. Много делается по развитию сегодня искусственного интеллекта в медицине, цифровизация идет, на сегодняшний день, если мы говорили еще лет 10-15 лет назад, что знания удваиваются в медицине каждые 5 лет, сегодня мы говорим, что каждый год объем знаний удваивается и меняются основы профессии. Валентий Николаевич, спасибо вам за интересную беседу, с удовольствием ждем на РБК УФА. Приглашайте, спасибо. Спасибо.